Третья книга Маковейская. Глава первая. Филопатор, узнав от прибывших к нему, что Антиохам отняты бывшие в его владении местности, отдал приказ всем войскам своим пешим и конным, и, взяв с собой сестру свою Арсеною, отправился в страну Рафию, где расположены были станом войска Антиоха. Тогда некто Феодул решился исполнить свой замысел, взял с собой лучших, изверенных ему Птоломеем вооруженных людей и ночью проник в палатку Птоломея, чтобы наедине убить его и тем предотвратить войну. Но его обманул Досифей, сын Дремилы, родом иудеев, впоследствии изменивший закон и отступивший от отеческой веры. Он поместил в палатке одного незначительного человека, которому и пришлось принять назначенную Птоломею смерть. Когда же произошло упорное сражение, и дело Антиоха превозмогало, то Арсеноя, распустив волосы, с плащем и слезами ходила по войскам, усильно убеждая, чтобы храбрее сражались за себя, за детей и жен, и обещая, если победят, дать каждому по две мины золота. И так случилось, что противники поражены были в рукопашем бое, и многие взяты в плен. Достигнув своей цели, Филопатор рассудил пройти по ближним городам, чтобы ободрить их. Исполнив это и снабдив капище дарами, он одушевил мужеством подвластных ему. Когда потом иудеи отправили к нему от совета и старейшин послов, поздравить его, поднести дары и изъявить радость о случившемся, то он пожелал как можно скорее прийти к ним. Прибыв же в Иерусалим, он принял жертву великому Богу, воздал благодарение и прочее, исполнил прилиществующее священному месту. И когда вошел туда, то изумлен был величием и благолепием, и, удивляясь благоустройству храма, пожелал войти во святилище. Ему сказали, что не следует этого делать, ибо никому из своего народа недозволительно входить туда, и даже священникам, но только одному начальствующему над всеми первосвященнику, и притом однажды в год, но он никак не хотел слушать. Прочитали ему закон, но он и тогда не оставил он своего намерения, говоря, что он должен войти. Пусть они будут лишены этой чести, но не я. И спрашивал, почему, когда он входил в храм, никто из присутствовавших не возбранил ему. И когда некто неосмотрительно сказал, что это худо было сделано, он отвечал, но когда это уже сделано, по коей бы то ни было из причины, то не должно ли ему во всяком случае войти, хотят ли они того или не хотят. Тогда священники в священных одеждах, пали, ницей, молились великому Богу, чтобы он помог им в настоящей крайности и удержал стремление насильственно вторгающегося. Храм наполнился воплемы слезами, а остававшиеся в городе сбежались в смущении, полагая, что случилось нечто необычайное. И заключенные в своих покоях девы выбегали с матерями и, посыпая пеплом и прахом голову, оглашали улицы рыданиями и стонами. Другие же во всем наряде, оставив приготовленный для встречи брачный чертог и подобающий стыд, беспорядочно бегали по городу. А матери и кормилицы, оставляя и здесь, и там новорожденных детей, иные в домах, другие на улицах, неудержимо избегались во все святейший храм. Так разнообразна была молитва собравшихся по случаю святотатственного покушения. Вместе с тем, некоторые из граждан возымели смелость не допускать домогавшегося вторгнуться и исполнить свое намерение. Они воззвали, что нужно взяться за оружие и мужественно умереть за закон отеческий, и произвели в храме великое смятение, с трудом, быв удержаны старейшинами и священниками, они остались в том же молитвенном положении. Народ, как и прежде, продолжал молиться. Даже бывшие старем старейшины многократно пытались отвлечь надменный его ум от предпринятого намерения. Но исполненный дерзости и все пренебрегший, он уже делал шаг вперед, чтобы совершенно исполнить сказанное прежде. Видя это, и бывшие с ним начали призывать вместе с нашими, вседержители, чтобы он помог в настоящей нужде и не допустил такого беззаконного и надменного поступка. От совокупного напряженного и тяжкого народного вопля происходил невыразимый гул. Казалось, что не только люди, но и самые стены, и все основания вопияли, как бы умирая уже за сквернение священного места. А первосвященник Симон, преклонив колени перед святилищем и благоговейно распростершие руки, творил молитву. Господи, Господи, Царь Небес и Владыка всякого создания, Святый во святых, Единовластующий, Вседержитель, призренно нас, угнетаемых от безбожника, не счастивца надменного дерзостью и силою. Ибо Ты, все создавший и всем управляющий, праведный Владыка, Ты судишь тех, которые делают что-либо с дерзостью и превозношением. Ты некогда покубил делавших беззакониями, же которыми были исполины, надеявшиеся на силу и дерзость. И навел на них безмерную воду. Ты сожег огнем и серые садамлян, поступавших надменно, явно делавших зло, и поставил их в пример потомкам. Ты, дерзкого фараона, поработившего Твой святой народ Израиля, посетил различными многими казнями, явил Твою власть и показал Твою великую силу. И когда он погнался за ним, Ты потопил его с колесницами и множеством народа во глубине моря, а тех, которые надеялись на Тебя, владыку всякого создания, Ты провел невредимо, и они, увидев дела руки Твоей, восхворили Тебя вседержителя. Ты царь, создавший беспредельную и неизмеримую землю, избрал этот город и осветил это место во славу Тебе, ни в чем не имеющему нужды, и прославил его Твоим величественным явлением, обращая его к славе Твоего великого и досточтимого имени. По любви к Дому Израилеву Ты обещал, что если постигнет нас несчастье и обымет угнетение, и мы, придя на место себе, поморимся, Ты услышишь молитву нашу. И Ты верен и истинен. И много раз, когда отцы наши подвергались бедствиям, Ты помогал им в их скорби и избавлял их от великих опасностей. Вот и мы, святый царь, за многие великие грехи наши бедствуем, преданы врагам нашим и из немогрят скорбей. В таком упадке нашем, что этот дерзкий нечестивец покушается оскорбить это святое место, посвященное на земле славному имени Твоему. Ибо хотя жилище Твое небо небес недостижимо для людей, но Ты благоволил явить славу Твою народу Твоему Израилю, осветил место сие. Не отмщай нам за нечистоту их и не накажи нас за осквернение, чтобы не тщеславились беззаконники в мыслях своих и не торжествовали в превозношении языка своего, говоря, мы попрали дом святыни, как попираются домы скверны. Оставь грехи наши, отпусти неправды наши и яви милость Твою в час сей. Скоро да предварят нас щедроты Твои, дай хвалу устам упавших духом и сокрушенных сердцем, даруй нам мир. Тогда всевидящий Бог и над всеми святой и во святых, услышав молитву смирения, поразил надмивавшегося насилием и дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром. Так что он, лёжа, недвижим, на помосте, и будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, постигнутый праведным судом. Тогда его друзья и телохранители, видя внезапную тяжкую казнь, постигшую его, и опасаясь, чтобы он не лишился жизни, поспешно вынесли его, будучи сами поражены чрезвычайным страхом. Через несколько времени, придя в себя после испытанного наказания, он нисколько не пришёл в раскаяние и удалился с жестокими угрозами. Возвратившись в Египет и умножая дела своей злобы, он с упомянутыми участниками в пиршествах и друзьями, забывшими всякую справедливость, не только пресыщался бесчисленными студодействами, но дошёл до такой дерзости, что произносил там проклятие на иудеев. И многие из друзей его, смотря на пример царя, и сами следовали его желаниям. Наконец он решился публично предать позору народ иудейский и поставил на башне своего дворца столб, сделав на нём надпись «Кто не приносит жертв, тому не входить в свои священные места, иудеев же всех ввести в перепись простого народа и зачистить в рабское состояние, а кто будет противиться, тех брать силой и лишать жизни». Внесённых же в перепись отмечать, выжигая им на теле знак Диониса, лист плюща, после чего отпускать их в назначенное им состояние с ограниченными правами. Но чтобы не сделался ненавистным для всех, он прибавил и надписи, что если кто из них пожелает жить по обрядам языческим, тем давать равные права с александрийскими гражданами. Посему некоторые, ради права гражданского, презрев отечественное благочестие, поспешно предались, как будто могли они от будущего общения с царём приобщиться к великой славе. Но большая часть укрепились мужеством духа и не отпали от благочестия. Они отдавали деньги за жизнь свою и небоязненно пытались избавиться от записи, имея добрую надежду получить помощь, и от отпавших отвращались, почитая их врагами своего народа и избегая всякого общения с ними и дружественного обхождения. Третья Маковейска, третья глава. Узнав о том, нечестивец пришёл в такое неистовство, что не только озлобился против иудеев, живших в Александрии, но обнаружил жестокую вражду и против обитавших в целой стране, приказав немедленно собрать всех вместе и предать позорнейшей смерти. Когда готовилось это дело, распространён был людьми, одномысленными, злодейству, злой слух против народа иудейского по поводу к такому распоряжению, будто они уклоняются от исполнения законных обязанностей. Между тем, иудеи хранили доброе расположение и неизменную верность к царям, но они почитали Бога, жили по Его закону и потому в некоторых случаях допускали отступления и отмены. По этой причине они и казались некоторым враждебными. У всех же других людей добрым исполнением всего справедливого они приобретали благоволение. Несмотря на то, известный, добрый образ жизни этого народа иноплеменники считали ни во что. А они замечали только различия в богопочтении и пище и говорили, что эти люди не допускают общения трапезы ни с царём, ни с вельможами, что они завистники и великие противники государства. И таким образом разглашали о них намеренные хулы, жившие в городе Елене, не испытавшие от них никакой обиды, видя неожиданное волнение против этих людей и внезапное их стечение, хотя они могли помочь им, ибо царское было распоряжение. Однако утешали их, негодовали и надеялись, что дело переменится, ибо нельзя было пренебрегать таким множеством народа ни в чём не повинного. Впрочем, некоторые соседи и друзья, и производившие с ними торговлю, тайно принимая некоторых из них, обещали помогать им и делать всё возможное к их защите. А он, надмиваясь временным благополучием и не помышляя о власти величайшего Бога, думал неизменно остаться в том же умысле и написал против них такое письмо. Царь, Птоломей, Филопатор, обитателям Египта и местным военачальникам и воинам, радоваться и здравствовать. Я же сам здоровый, дела наши благоуспешны. После похода, предпринятого нам и в Азию, который, как вы сами знаете, неожиданной помощью богов и нашей силы, согласно нашему намерению, достиг счастливого окончания, мы думали благоустроить народы, обитающие в Келлисирии и Финикии. Не силой и оружием, но с нисхождением и великим человеколюбием, охотно благодетельствуя им. Давая по городам богатые вклады в храмы, мы пришли в Иерусалим, положив почтить святилище этих негодных людей, никогда не оставляющих своего безумия. Они же, приняв наше прибытие на словах охотно, а на деле коварно, когда мы желали войти в храм и почтить его подобающими наилучшими дарами, напыщенные своей древней гордостью, возбронили нам вход, не потерпев от нас насилие, но человеколюбно, какое мы имеем ко всем людям, явно обнаружив свою враждебность против нас. Они одни только из всех народов упорно противятся царям и своим благодетелям и не хотят исполнять ничего справедливого. Мы же, снисходя их безумие и тогда, как возвращались в победу и в самом Египте, принимая человеколюбиво все народы, поступали, как надряжало, между прочим, объявляя всем и нашим непометозлобие к их одноплеменникам. Мы решились вести перемены, так как они служили нам на войне и занимались весьма многими делами, издавая по простоте предоставленными им. То мы издавна по простоте, то мы хотели даже удостоить их права Александрийского гражданства и сделать участниками исконного жречества. Они же приняли это в противность себе и по-сродному им злонравию, отвергая добрые и склоняясь всегда к худому, не только презрели неоценимое право гражданства, но и гласно и негласно глушаются тем немногим из них, немногих, которые искренне расположены к нам, постоянно надеясь, что мы вследствие беспорядочного образа жизни их, скоро отменим наше установление. Посему мы достаточно убедившись опытами, что они при всяком случае питают неприязненность, против нас замыслы, и предвидя, что когда-нибудь при возникшем неожиданном против нас возмущении мы будем иметь за собой в лице этих нечестивцев предателей и жестоких врагов, повелеваем, как скоро будет получено это письмо, тотчас упомянутых нами людей с их жеными детьми, с насилиями и стязаниями заключить в железные оковы отовсюду выслать к нам на смертную казнь, беспощадную и позорную достойную таких злоумышленников. Если они в один раз будут наказаны, то мы надеемся, что на будущее время наши государственные дела придут в совершенное благоустройство и наилучший порядок. Если же кто укроет кого из иудеев от царика до ребенка, не исключая крутых младенцев, должен быть истреблен со всем его домом жесточайшим образом, а кто откроет кого-либо, тот получит имение виновного и еще две тысячи драхм из царской казны, получит свободу и будет почтен. Всякое место, где будет пойман укрывающийся иудей, должно быть опустошено и выжжено, так, чтобы никому из смертных ни на что не было года на вечные времена. Таков был смысл письма. Третья Маковейская глава четвертая Везде, куда приходило это повеление, у язычников учреждались народные пиршиства с радостными кликами, как будто закореневшая издавна в душе вражда, теперь обнаружилась дерзновенно, а у иудеев началась неутешная скорбь, горький плач и рыдание, ибо жгли сердца, достигавшие со всех сторон стоны, оплакивающих неожиданную внезапно определенную им погибель. Какая область или город, или какое обитаемое место, или какие дороги, не наполнились их плачем и воплями. Жестокой, без всякой жалости они были вместе высылаемы властями каждого города, так что при виде этой необыкновенной кары и некоторые из врагов, смотря на общее страдание и помышляя о неведомой превратности жизни, оплакивали злополучнейшее их изгнание. Гнали толпу престарелых, покрытых сединами, сгорбленных от старческой слабости в ногах и по требованию насильственного изгнания бесстыдно принуждали их к скорейшему шествию. А траковицы, только что сочетавшиеся с супружеским союзом, вошедшие в брачный чертог, вместо ликования начали плащ, посыпали пеплом благоухавшие от мастей волосы, были введены непокрытыми и вместо брачных песней поднимали общий вопль, будучи мучим истязаниями иноплеменных. В оковах они открыто влекомы были с насилием до ввержения в корабль, а их супруги вместо венков, перевязанные по шеям веревками в святущем юношеском возрасте, вместо пиршества и наслаждения молодости, проводили остальные дни браков плачи, ибо под ногами у себя видели открытый ад. Везены они были по подобию зверей под игом железных оков, одни прикованы были за шеей к корабельным скамьям, другие крепкими узами привязаны были за ноги. Кроме того, накрытые плотным помостом, они отлучены были от света, так что со всех сторон окруженные тьмой, во все время плавания содержались подобно злоумышленникам. Когда же они привезены были на место называемое Схедия, и плавание было окончено, как назначено было царем, тогда он приказал поставить их перед городом на конском ресталище, которое имело обширную окружность, и весьма удобно было для примерного поругания ввиду всех, шедших в город и обратно отправлявшихся внутрь страны, так, чтобы они ни с войском не имели сообщений, ни вообще не были удостоены никакого крова. когда это было исполнено и царь услышал, что иноплеменники их часто выходят тайно из города оплакивать позорное бедствие братьев, то весьма разгневался и приказал и с этими поступить точно так же, как и с теми, чтобы они никак не меньше получили наказание. Он велел переписать весь народ по именам, не для тяжкого рабского служения, не задолго перед сим возвышенного, а для того, чтобы измучив их объявленными казнями, в конец погубить в один день. И хотя эта перепись производилась с крайней поспешностью и ревностным старанием от восхода до захождения солнца, но совершенно окончить ее не могли в продолжении сорока дней. Царь же, чрезмерно и непрестанно предаваясь удовольствию, перед всеми идолами учреждал пиршество и умом, далеко уклонившимся от истины, и нечистыми устами словословил тех, которые глухи и не могут говорить или подать помощи, а не величайшего Бога произносил неподобающее. После сказанного промежутка времени, писцы донесли царю, что они не в состоянии сделать переписи иудеев по причине бесчисленного их множества, при том, еще большее число их находится в областях, одни остаются в домах, другие рассеяны по разным местам, так что сделать этого невозможно даже всем властям в Египте. Когда же царь еще строже уграждал им, предполагая, что они подкуплены дарами и коварно избегали наказания, тогда пришлось осязательно убедить его в том, они доказали, что не достает у них ни харти, ни необходимых для того письменных тростей. Это было действие непобедимого небесного промысла, помогавшего иудеям. 3 Маковейская, глава 5 Тогда царь, исполненный сильного гнева и неизменной своей ненависти, призвал Ермона, заведовавшего слонами, и приказал на следующий день всех слонов числом 500 накормить ладаном и, возможно, большим приемом их, вдоволь напоить цельным вином. И когда они растверепеют от данного им в изобилии питья, вывези их на иудея, обреченных встретить смерть. Дав такое приказание, он отправился на пиршество, пригласив особенно тех из своих друзей и воинов, которые враждовали против иудеев, а Ермон, начальствующий над слонами, в точности исполнил его повеление. Назначенные при этом служители пошли вечером вязать руки несчастным, и другие принимали против них предосторожности, думая, что через ночь весь народ подвергнется в конечной гибели. Иудеи же, казавшиеся язычникам, лишенными всякой защиты, ибо отсюда стеснены они были тяжкими узами, призывали всемогущего Господа, властвующего над всякой властью своего милосердного Бога и Отца, призывали все непристающим воплем со слезами, умоляя отвратить от них нечестивый умысел и спасти их от приготовленной им смерти своим славным явлением. Прилежное моление взошло на небо, Ермон напоив неукротимых слонов после обильной дачи им вина и ладана, утром явился во дворе занести всем царю. Но Бог послал царю крепкий сон, этот добрый дар, от века неспосылаемый им и внощи, и в одни всем, кому он хочет. Божьим устроением погруженный в приятный и глубокий сон, он забыл о своем беззаконном предприятии и совершенно обманулся в своем непременном решении. Иудеи же, избавившись предназначенного часа, восхваляли святого Бога своего и снова умоляли благопримирительного показать гордым язычникам силу всемогущей десницы своей. Когда прошла уже половина десятого часа, служитель, которому поручены были приглашения, видя, что приглашенные уже собрались, вошел к царю будить его, с трудом разбудив его, он объявил, что время пиршества проходит, и дав отсчет в своем поручении. Поверив его и отправившись пить, царь приказал пришедшим на пир возлечь прямо против себя. Когда это было исполнено, он поощрял собравшихся на пиршества проводить настоящую часть пиршества в полном веселье. Во время продолжительной беседы царь, призвав Ермона, строго и грозно спрашивал, по какой причине иудеи допущены пережить настоящий день. Тот объявил, что еще ночью исполнил порученные ему, и друзья царя подтвердили царь в жестокости лютой боли, нежели Филарес, сказал, что они должны быть благодарны сегодняшнему сну, а ты непременно на завтрашний день также приготовь слонов на истребление беззаконных иудеев. Когда царь сказал это, все присутствующие с удовольствием и радостью изъявили ему свое одобрение и разошлись каждый в свой дом. Время ночи употреблено было не столько на сон, сколько на изобретение всяких поруганий над мнимыми преступниками. Рано утром лишь только запел петух, Ермон вывел зверей и стал раздражать их на обширном дворе. В городе толпы народа собрались на плачевное зрелище с нетерпением ожидая рассвета. Иудеи непрестанно томясь духом творили молитву со многими слезами и плачевными песнями. И простирая руки к небу умоляли величайшего Бога опять послать им скорую помощь. Не распространились еще лучи солнца и царь еще принимал своих друзей как предстал перед ним Ермон и приглашал на выход донося что все готово чего желал царь. Выслушав это и изумившись предложению необычного выхода он совершенно обо всем забыл и спрашивал что это за дело которое он с такой поспешностью исполнил было же это действие властвующее над всем Бога который навел на ум его забвение обо всем что он сам прежде придумал Ермоны все друзья объяснили говоря царь звери и войска приготовлены по твоему настоятельному повелению он же исполнился сильного гнева на такие речи ибо промыслом Божьим разрушено было все его умышления и сверкая глазами сказал с угрозой если бы у тебя обильную пищу для диких зверей вместо невинных иудеев которые мне и предкам моим сохраняли неизменную совершенную верность если бы не привязанность моя к тебе по воспитанию и не заслуги твои то ты вместо них был бы лишен жизни так встретил Ермона Ермон неожиданную и страшную угрозу изменился во взоре и лице а каждый друзей вышел с неудовольствием а всех собравшись отпустили каждый на свое дело когда иудеи услышали о такой благосклонности царя то схвалили бога и царя царей за помощь полученную от бога после таких решений царь опять учредил пиршество и приглашал предаться веселью призвав же Ермона грозно сказал сколько раз я должен приказывать тебе негодный об одном и том же вооружи опять слонов наутро для погубления иудеев тогда возлежавшие вместе с ним родственники удивляясь непостоянным его мыслям сказали долго ли царь ты будешь искушать нас как несмысленных в третий раз повелевая истребить их и опять когда дойдет до дела отменяешь и уничтожаешь свои повеления от этого и город от ожидания находится в тревоге наполняется толпами народы и часто подвергается опасности разграбления после этого царь совершенно как фоларис исполнившись безрастутству и посчитая за ничто происходившее в нем душевные перемены в пользу иудеев подтвердил нечестивейшие клятвы и определил немедленно послать их в ад изувеченными ногами и ступнями зверей затем предпринять поход на иудею вскоре опустошить ее огнем и мечом и недоступные нам говорил он храм их сжечь огнем и сделать его навсегда пустым для всех желающих приносить там жертвы тогда друзья и родственники весьма обрадованные разошлись с доверием и расположили в городе в удобнейших местах войска для стражи а начальствующие над слонами приведя зверей можно сказать в бешеное состояние благоуханным питьем вина приправленного ладаном вооружило их страшными орудиями и рано утром когда уже бесчисленные толпы стремились из города на конское аресталище пришел он во дворец и напомнил царю о том что предлежало исполнить царь же полный сильного гнева с нечестивым замыслом вышел целым походом со зверями желая по жестокости сердца видя собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей когда иудеи увидели пыль поднимавшуюся от слонов выходивших из ворот исследовавшего с ними вооруженного войска и также от множества народа и услышали сильно раздававшиеся клики то подумали что настала последняя минута их жизни и конец их несчастнейшего ожидания подняв плащ и вопль они целовали друг друга обнимались с родными бросаясь на шею отцы сыновьям а матери дочерям иные же держали при груде новорожденных младенцев сосавших последнее молоко зная однако же прежде бывшие им заступления с неба с неба они единодушно полениться отняв от груди младенцев и громко взывали к властующим над всякой властью умоляя его помиловать их и явить помощь им стоящим уже при вратах ада третья книга Маковейская шестая глава между тем некто Илиазар уважаемый муж из священнической страны уже достигший старческого возраста и украшенный в жизни своей всякой добродетелю пригласил стоявших вокруг него старцев призывать святого бога и молился так царь всесильный высочайший бог вседержитель милости управляющий всем созданием призрый отец на семя Авраама на детей освященного Якова на народ святого удела твоего странствующий в земле чужой и неправильно погубляемый ты и фараона прежнего властителя египетска имеющего множество колесниц превознесшегося беззаконной дерзостью и высокомерными речами погубил с гордым его войском потопив море народу израильскому явил свет милости ты жестокого царя сирийского синахирима тщеславившегося бесчисленными войсками покорившего мечом всю землю и восставшего на святые город твой в гордости и дерзости произносившего явно показав многим народам твою силу ты трех отроков вавилоне добровольно предавших жизнь свою огню чтобы не служить суетным идолам сохранил невредимыми до волоса ароси враженную печь а пламень обратил на всех врагов ты Даниила клеветами зависти вверженного в ров на растерзание львам вывел на свет невредимым ты отец и иону когда он безнадежно томился во чреве кита обитающего во глубине моря невредимым показал всем его пресным и ныне отмститель обид многомилостивый покровитель всех явись вскоре сущим от рода израилева обидимым от гнусных беззаконных язычников если если жизнь наше в приселении наполнилась нечестием то избавим нас от руки врагов погуби нас господи какое тебе благоугодно смертью да не славословицу и веры суетных идолов за погибель возлюбленных твоих говоря не избавил их бог их ты же вечный имеющий всю силу и всякую власть призри ныне помилуй нас по несмысленному насилию беззаконных лишаемых жизни подобно злоумышленникам да устрашаться теперь язычники непобедимого могущества твоего преславные обладающие силою спасти роды якова умоляют тебя все множество младенцев и родителей со слезами да будет явно всем язычникам что с нами ты господы и не отврати лица твоего от нас соверши так как сказал ты господи что врагов их ты не презришь их только что Елеазар окончил молитву как царь со зверями и со всем страшным войском пришел на ресталище когда увидели его иудеи подняли громкий вопль к небу так что и без лежащие долины огласились эхом и возбудили неудержимое сострадание во всем войске тогда великославный вседержитель истинный Бог явив светлое лицо свое отверст небесные врата из которых сошли два славных и страшных ангела видимое всем кроме иудеев они стали против войска исполнили врагов смятением и страхом и связали неподвижными узами так же и тело царя объял трепет и раздраженную дерзость его постигло забвение тогда слоны обратились сопровождавшие их вооруженные войска попирали их и погубляли гнев царя превратился в жалость и слезы о том что предтем он ухищрялся исполнить ибо когда услышал он крик иудеев и увидел их всех преклонившимися на погибель то заплакав с гневом угрожал друзьям своим и говорил вы злоупотребляете властью и превзошли жестокостью тиранов и меня самого вашего благодетеля покушаетесь лишить власти и жизни замышляет тайны неполезны для царства тех которые так верно охраняли укрепление нашей страны кто безумно собрал сюда кто удалив каждого из дома тех которые из древней превосходили все народы преданностью нам во всем и часто терпели самые тяжкие угнетения от людей кто подверг столь незаслуженному позору разрешите разрешите неправедные узы отпустите их с миром в свои домы и спросив прощения в том что прежде сделано освободите сынов небесного содержителя живого бога который от времен наших предков до ныне подавал непрерывное благоденствие и славу нашему царству вот что сказал царь в ту же минуту разрешенные иудеи избавившись от смерти прославляли своего святого спасителя бога после того царь возвратившись в город и призвав заведующего расходами приказал в продолжении семи дней давать иудеям вино и прочее потребное для пиршества положив чтобы на том же месте на котором ожидали себе погибели в полном веселье праздновали свое спасение тогда они бывшие перед тем в поругании находившиеся близ ада или лучше нисходившие в ад вместо горькой и плачевной смерти учредили пиршество спасения и полные радости разделили для возлежания место приготовленное им на погибель и могилу оставив жалостнейшую песнь плача они начали песнь отцов восхваляя спасителя израилева и чудотворца бога и отвергнув все сетования и рыдания составили хоры в знамение мирного веселья равный царь составив по самому случаю многолюдное пиршество выражал свою признательность к небу за славное торжественно дарованное им спасение те же которые обрекали их на погибель и на пищу хищным птицам и с радостью делали им перепись теперь объятые стыдом восстинали и дышавшая огнем дерзость угасла с позором а иудеи как сказали мы составили упомянутый хор отправляли празднество с радостными словословиями и псалмопениями они сделали даже общественное постановление чтобы во всяком населении их в роды и роды радостно праздновать означенные дни не для питья и пресыщения но в память бывшего им от бога спасения потом они предстали царю и просили отпустить их в домы перепись их производилась 20-25 месяца пахона до 4 дня месяца эпифа продолжение 40 дней погубление их назначалось от 5 дня месяца эпифа до 7 в течение трех дней в которые славным образом явил свою милость владыка всех и спас их невредимы и всецело праздновали они довольствием всем от царя до 14 дня в которой они представили прошение об отпуске их царь соизволив им великодушно написал их пользу за своей подписью следующее послание городским начальникам 3 маковейская глава 7 царь там мейфилопатор начальником египетским и всем поставленным в должностях радоваться и здравствовать здравствуем и мы и дети наши ибо великий бог благопоспешен стоит нам в делах по нашему желанию некоторые из друзей наших по злоумышлению своему часто представляли нам и убеждали нас собрать всех иудеев находившихся царстве царствием и замучить необычайными казнями как изменников превосокупляя что доколе не будет этого сделано дела нашего царства никогда не будут благоустроены по ненависти которую питают они ко всем народам они то привели их в оковах с насилием как невольников или лучше как наветников и без всякого рассмотрения исследований покушались погубить их изобретая жестокости лютейшего даже скифских обычаев мы строго воспретили это и по благоволению которое питаем ко всем людям точно здоровали им жизнь а когда узнали что небесный бог есть верный покров иудеев и всегда защищает их как отец сынов еще же приняло внимание известие известно их доброжелательство к нам их предкам нашим мы справедливо освободили их от всякого обвинения в чем бы то ни было и приказали всем и каждому возвратиться в свои домы так чтобы нигде никто ни в чем не оскорблял их и не укорял в том что произошло без их вины знайте что если мы предпримем против них что-либо злое или вообще оскорбим их то будем иметь против себя не человека но властвующего над всякую властью всевышнего бога отмстителем за дела наши во всем и всегда неизбежно будьте здравы получив это послание иудеи не спешили тотчас отправиться но просили царя чтобы те из рода иудейского которые самовольно оставили святого бога и закон божий получили через них должное наказание присовокупляя что приступившие ради чрева постановление божественное никогда не будут иметь добрых расположений их правлению царя царь нашел что они говорят правду одобрил их и дал им полномочия на все чтобы они приступивших закон божий истребили во всяком месте царства беспрепятственно без особого позволения или надзора царя тогда возблагодарив его как надлежало священники и все народное множество воспели аллилуйя и радостно отправились всякого соплеменника из осквернившихся которого встречали на пути они наказывали и убивали в пример другим в этот день умерли более трехсот мужей и торжествовали с весельем умерщвляя нечистых сами же прибыв с богом до смерти и получив полную радость спасения поднялись из города увенчанная всякими благуханными цветами с весельем и восклицаниями хвалами и благополучными песнями благодаря бога отцов вечного спасителя Израиля придя в Талимаиду называемое по свойству местом родофором разоносною в которой по общему их уговора ожидали их корабли семь дней они ущадили там пиршество спасения ибо царь щедро снабдил их всем что потребно было каждому до прибытия в свой дом так как они достигли сюда в мире с приличными благодарениями то и здесь также установили весело праздновать эти дни во время пребывания своего осветив эти дни и утвердив свой обед постановлением столба на месте пиршества они отправились далее суша и море и рекой каждый в свое жилище невредимые свободные в полной радости охраняемые царским повелением тогда-то приобрели они большую нежели прежде силу славу и сделали страшными для врагов ни от кого нисколько не притесняемые в своем владении и все получили свое по описи так что кто имел что-либо у себя с величайшим страхом отдавали им ибо величайшее благодеяние явил им величайший Бог на спасение их благословен спаситель Израиля на вечные времена аминь отец 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 отец